Рассказать что-нибудь красивое о школьных аутематике, практически всегда это бывает в этом сюжете. Давайте я вам сейчас выроскажу теорию матчевского множества. Вот представьте себе точку с координатами минус альбином. Тогда выполнено следующее соотношение. Вот этот вот угол в два раза меньше. Все знают? Знаете, я и могу. Я не буду это сейчас объяснять. Если кто не знает, срочно введите учебники, читайте, потому что без этого совсем нельзя. Вот этот вот угол, здесь он наверху на треугольнике, здесь φ, здесь все φ. И как-то внешний угол, это два φ. Отлично. А что же это значит? Каковы координаты x и y? x это, чтобы определить, косинус, а y это что? Синус. Синус. x это синус 2. Очень хорошо. А теперь давайте сделаем так. Напишем уравнение вот это. Отлично. Отлично. Она начинает с точкой минус на один боль, проходит через эту точку. Единственная для меня проблема в том, что уравнение прямой как-то принято писать через x, y, а тут у меня уже есть числа x, y. Ну, я не знаю, что делать. Тетал. А? Ну, не хочу. Я не люблю эти нолики. АВ. Что? Ну, точку с кредитатами АВ. Давайте я переделаю. Давайте я пишу здесь АВ, ладно? Я как-то не подумаю. Итак, пусть будет здесь А и В, а так мы не смогу. Потому что А и В с x, y. Все. Все. Теперь все понятно. Как пишется любое уравнение прямой, проходящее через вот эту точку? Очень просто. y равняется какой-то угловой коэффициент умножить на x плюс 1. Почему? Потому что, когда вместо x доставляешь плюс 1, то плюс 1 плюс 1 дает 0. И, значит, это всевозможные прямые, проходящие через нашу точку. Замечательно. Замечательно. Теперь, как связано число К с углом Ф? Угловой ФС – это просто по определению танкенс. Так, ребята, этот, кто не знает, это повод срочно лежать на опте. Танкенс и так далее. И это серьезно. Потому что, если вы благодарите каким-то похожим, не зная это, то вы делаете большую жизненную ошибку. Не в смысле, что мне жалко. А в смысле, что вас жалко. Потому что, вот, дайбай встречи с недавно. Причем, не важно какой возраст, но обязательно. И так, К – это танкенс. Очень хорошо. А теперь следующий вопрос. Как же вырезать числа, вот эти вот А и В, через величину К? Очень жестко. Нужно решить такую систему. Х квадрат плюс у квадрат равно единице. У равняется х х плюс х. Это очень легко. Для этого достаточно вот подставить туда. Получится х квадрат плюс к в квадрате х квадрате плюс 2к в квадрате х плюс к в квадрате равняется единице. Ну, замечательно. Х квадрат минус 1 – это понятно. Это х плюс 1 умножить на х минус 1. Хорошо. А вот дальше будет. К в квадрате х в квадрате плюс вот это, плюс вот это надо поделить на х плюс 1. А, ну да. Я просто зря в квадрат разводил. Я зря в этот квадрат. Надо было так и написать. К в квадрате умножить на х плюс 1 и на х плюс 1. Это равно. Вот тут. Я сделал лишний шаг. Замечательно. Выносим отсюда х плюс 1. Получается, понятно, что х минус 1 плюс к в квадрате умножить на х плюс 1. Это, если вас не интересует, например, одна точка в квадрате минус 1, 0, то отсюда очень легко найти х. То есть, смотрите, единицу переносите сюда, х квадрат переносится и получается ответ. Единица минус к в квадрате разделить на единица плюс к в квадрате. Господа, на самом деле те, кто знает, что квадратное уравнение, конечно, могли бы и по-другому. Вот это называется свободный шаг в квадрате. Вот здесь 1 плюс к в квадрате – это старший перецент. И теорема Виена. О том, что произведение корней квадратного уравнения – это есть свободный шаг, деленный на старший перецент. Но поскольку у нас корень как раз минус 1, то здесь переворачивается и получается 1 и 2. Замечательно. Мы нашли число х. Таким образом, х – это есть то самое а. Таким образом, для числа а у нас есть замечательная формула. 1 минус танкенс квадрат Фи разделить на 1 плюс танкенс квадрат Фи. Потому что К – это есть танкенс квадрат Фи. Отлично. Осталось найти у, то есть В. Для этого надо просто вот в эту формулу подставить. Ну, единицу прибавить даже легко. Получится просто 2 динута 1 плюс К квадрат. На К умножить получается 2 танкенсы Фи то же самое делить на 1 плюс танкенс квадрат Фи. Ребята, это очень важная для школьной программы форма. Что они делают? Они через танкенс Фи выражают синус и косинус в двойном углу. Ну, соответственно, если здесь написать просто Фи, то я имею Фи по ландэ. Ну, на самом деле есть и операция, что называется, в обратную сторону. Смотрите. Если вы на эту формулу посмотрите, то вы попробуете, что танкенс Фи – это что такое? Танкенс Фи – это синус двух Фи, деленный на единицу плюс косинус двух Фи. То есть танкенс через синус и косинус двойного угла выражается, и наоборот, синус и косинус двойного угла выражаются через этот танкенс. Это формулы, которые объясняют, что в некотором смысле окружность – это то же самое, что прямая. То есть, если вас интересуют все задачи от синусов и косинусов, то с точки зрения алгебраиста можно просто перейти к задаче про танкенс половинного угла. И все получится. Субтитры создавал DimaTorzok